Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я приступила к посеву томатов для открытого грунта. В первой декаде марта, в первую очередь, я буду сеять те томаты, у которых длительный вегетационный период, крупный плод, высокий рост, которым до созревания нужно больше времени для того, чтобы сформировать плод и обеспечить нас спелыми плодами. Я выбираю как? Выбираю, конечно, по характеристикам. Если написано, что среднепоздний сорт с плодами-гигантами до 800 грамм и более полтора метра, значит, этот сорт нужно сеять в первую очередь. На середину марта я оставлю средние сорта, у которых меньше срок созревания, меньше плод, а на конец марта я оставлю ранние и скороспелые. Вот эти все томаты-гиганты, которые высокие, у которых огромные плоды, вот видите, написано полтора метра, значит, он должен идти в первую очередь. Среднепоздний 120 дней, индетерминантный 1,5 метра. Если он индетерминантный 1,5 метра, среднепоздний 120 дней, значит, он у меня пойдет в первую очередь. Также пойдут в первую очередь все великаны у меня. Анжела-гигант, Инна, такие вот как бычий лоб, золотые купола, гордость Сибири, все с крупными, огромными плодами, нужно сеять в первую очередь, потому что им потребуется много времени для формирования куста, для формирования потом плода, для созревания плода. Если вы не хотите получить плоды спелые поздней осенью, то нужно в первую очередь сеять вот эти крупноплодки. Я долго сегодня снимать не буду, потому что у меня свет отключили, электроэнергии нет, за окном пасмурно, качество видеосъемки, возможно, будет не очень хорошее. Я просто скажу вкратце, что вот посев томатов, в принципе, ничем не отличается от посева перцев. Я также укладываю в лоток, в посевной, грунт, увлажненный, составленный своими руками из одной части черной земли полевой и одной части перегноя. Больше ничего я туда не добавляю, через крупное сито просеиваю, золы, а, золы добавляю, немножко золой подсаливаю, присыпаю, перемешиваю, укладываю. Все, я вот сделала бороздки, видите, и в бороздке по такому же принципу раскладываю семена, так же, как я перец показывала, я спичкой беру и укладываю. Но вот эти у меня не вдавлены в землю, это я для вас, для показа, а вообще, я когда кладу их, обязательно во влажный грунт туда вдавливаю их, хотя бы на полсантиметра. Они я пока сею, они уже там набухнут, сею сухими семенами, дорожки проливаю розовым раствором органцовки. Все, я сейчас 2-3 лотка посею. Посевы у меня смешанные, вот тут у меня был один сорт, здесь у меня другой. Разделяю металлической пластинкой, подписываю, приклеиваю этикетку, все, сверху присыпаю землей. Это вот принцип посева томатов. Посев томатов, он ничем не отличается от посева других культур, он очень простой, и тут самое главное, чтобы был безопасный, продезинфицированный грунт, и чтобы были хорошие и качественные семена. Не забудьте про глубину заделки семян. Вот это сейчас я сею пока свои семена, свои семена у меня покрупнее, но опять же, зависит от сорта. Если у вас семена крупные, можно их заглубить поглубже, но если семена мелкие, будьте осторожны, сильно не присыпайте грунтом, иначе они у вас не взойдут, им не хватит силы. Я уже об этом снимала видео. После присыпки грунтом, сверху полив я не делаю, я не делаю, присыпаю таким же грунтом влажным, чтобы он не был сухой, главное, и закрываю пленкой, все, на 5-7 дней. Если все вы сделали правильно, через неделю у вас сходы появятся, пленку сразу моментально убираете, и ставите на более прохладное место, чтобы рассада не вытянулась. Все, вот это краткий посев, ничего сложного в этом нет, если вы 2-3 раза посеете, вы уже у вас будет, все эти движения будут автоматически. Сделал бороздки, разложил семена, все полил, присыпал, закрыл пленкой, задвинул куда-нибудь на шкаф, на стеллаж. Сеять семена томатов очень просто, сложнее потом выходить рассаду, вот эту маленькую, но об этом уже у меня есть много видео, что делать, когда петельки показались, как первое время поддержать рассаду, как ее пикировать. Томаты вот я эти сажу с последующей пикировкой обязательно, сначала делаю загущенный томат, потом пикирую с выбраковкой слабых больных растений. Рассада получается отличная, когда мы выбираем лучшие из лучших. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Этот краткий видеоролик покажет вам, вернее я хотела этим кратким видеороликом показать вам, что я начала посев томатов. В первую очередь нужно сеять поздние, крупноплодные, высокорослые томаты. Остальную всю мелочь будем сеять позже. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok